здравствуйте девочки здравствуйте мальчики здравствуйте все мои друзья знакомые в общем здравствуйте все те кто пришел на мой канал кто пришел уже не в первый раз кто пришел в первый раз всех вас приветствую я джоя джоя green вот решила опять записать видео потому что во первых хочу себя привести в порядок и как видно я уже напудрила лицо наложила тональный крем у меня крем буржуа буржуа 51 оттенок как вы видите очень хорошо сочетается с моей достаточно белой кожи буржуа лси микс пока его не закончу следующий брать не буду у меня есть новинка мало кто его знает я посмотрела эту новинку у своего любимого блогера блогера валерий с екатеринбурга а вот ну пока этот не закончу что трогать не буду а вот перед перед тональным кремом я нанесла на лицо такой дневной дневной ночной крем от эвелин мезо крем 45 плюс эта серия у них кремов у эвелайн мезо крем дневной и ночной и дневной и ночной и я слышала что его можно наносить под тональную основу я это делаю мне нравится уже неделю им пользуюсь мне нравится там эта серия она по возрастам отмечено 35 плюс 45 плюс 55 плюс у меня 45 плюс вот я своего возраста не стесняюсь так что кому интересно присмотритесь крем 149 рублей но мне все нравится отлично и как под базу и вообще на ночь на день замечательно ну и нанесла тональное слово и нанесла пудру нанесла пудру сделала бровки сделала бровки оформила карандашом для бровей броу фирма белорис тоже им пользуюсь хороший карандашик я уже вам его показывала вот такой пудровый хороший карандашик 100 рублей на сайте белорис его можно найти вот слизистую как вы видите тоже уже подвела своим черным карандашиком от golden rose тоже достаточно дешевенький карандашик бюджетный до 100 рублей скажем так хороший на четверочку для дома для семьи подойдет я просто хочу его побыстрее закончить и выбросить чтоб не занимал место это что он плохой нет ну знаете вот есть такие вещи да вроде бы неплохой достаточно хороший но почему-то хочется закончить и выбросить а бывает карандашик вот нравится любишь весит его бережешь 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 а есть хочется быстрее закончить и выбросить да хотя хороший для дома для семьи как говорится не особо стойкий нормальный для слизистой нормальный вот так тени база база под тени но у меня есть база под тени от essence но на всем известно база хорошая мне нравится тени на ней хорошо держится мягкая приятная нежная текстура у этой базы мне нравится но я ее берегу кстати вот берегу 200 там что-то 70 рублей а вот а не берегу хотя очень нравится очень хороший почему не берегу ну что есть четыре баночки вернее это баночка еще три баночки новые в запасе купила когда были наши их трудно найти бывает этот цвет это тени от мэй блин колор тату 24 часа обычные тени кремовые от мэй блин колор тату 24 часа но телесный оттенок самый светлый матовый я их использую как базу под тени посмотрела этот лайфхак у какого-то польской девочки польский блогер и она тоже я думаю почему я попробовала идти очень хорошо на ней держится очень так весь день всю ночь в речку в океан я наносила макияж именно на эти тени да то есть ну как бы полностью веки века доброрей доброрей простите мне просто я же до сих пор занимаюсь зубами и у меня речь немножко так не очень хорошая и чуть-чуть видеть у меня оговорочки ну я надеюсь вы мне простите да а вот и вот и им хорошо и резать брови да то есть и делать как крис то есть все что угодно эти тени все знают они уже на рынке очень давно мэй блин колор тату 24 часа реально 24 часа наносишь да вот телесный самый матовый телесный оттенок а потом уже на них наносишь макияж там стрелочки тени и девочки я в океане индийском океане с ними купалась и в ганге купалась и жара 48 градусов и все и мой макияж стрелочки все оставалось на месте люди даже удивлялись почему с меня ничего не течет а вот они уже начали думать что я с таким макияжем родилась серьезный такой мой секрет мой лайфхак такая универсальная база по тени колор этот 4 а ну и наношу я эти тенюшки то есть как базу по тени такой вот кисточкой она такая прикольная такая маленькая такая хорошенькая двухстороненькая видеть такая плосенькая искусственный ворс эта кисточка была помните может был тоже мэй блин палетка контурингов такая небольшая паленка там 6 маленьких квадратиков было кон контуринг не контуринг а там такая сборная солянка была вот и тому к нему прилагалась вот эта кисточка ну вот если кисточка мне нравится я ее никогда контуринг кончился у меня эти консилеры они у меня кончились я вам даже сейчас эту коробочку покажу если найду это она у меня здесь вот она просто я шире уже приспособила к другому короче если кто помнит вот было от мэй блин вот такая штучка с контурин и там была вот эта кисточка она мне так найти я ее оставила вот я как раз на них наношу я ее там консилер вот эту базу коробочку от этих контуринг вы видите что здесь совершенно уже другие вещи здесь у меня трое цветов теней я сама их туда то есть когда у меня все закончилось я все честно до пользовалась здесь я просто сюда перепрессовала некоторые свои тенюшки вот видите вот они здесь теперь я так люблю знаете перепрессовать куда-нибудь а зачем выбрасывать да есть там что-то где-то разбилось раз мы берем сюда перепрессовываем вот я просто люблю перепрессовывать там вот это все и вот кисточкой не очень ей удобно наносить это все вот сейчас секундочку то есть я подготовила свое лицо к макияжу чтобы с вами уже дальше делать макияж давайте мы сейчас сделаем я хочу сделать контуринг пока еще освещение позволяет и потом приступим к теням дальше оформлять лицо я хочу палеткой от лавы ли это моя новиночка я в прошлом видео показывала эта палетка от фирмы лавы ли здесь у нас контур пудра и хайлайтер мне очень нравится были скидки хорошие я даже две две два штук купила только там другое чуть-чуть там тоже контуринг хайлайтер и румяна и румяна но это я оставила туда в свой сундучок запасов а вот а этой пользуюсь запах чуть-чуть есть какой-то запах нам мятой что ли отдает такой какой-то запах свежести какой-то как ментол знаете вот ментол вот мне нравится девочки хайлайтер такой деликатный хороший контуринг хорошо растушевывается сейчас скидки в подружке два продукта одной фирмы берешь третий в подарок и вот я взяла два таких комплекта ну то есть две штуки такого и в третье там пудру от лавы ли девочки мне нравится очень нравится серьезно могу рекомендовать если хотите так ну давайте что мы сначала сделаем так ну давайте хайлайтер я всегда сначала на нашу вот так вот на нанесу хайлайтер он такого знаете вот розоватого цвета то есть он чуть-чуть работает можно сказать какие как хайлайтер энд румяна можно так сказать но блеск и не знаю видно вам или нет но блеску естественно у него есть но он такой красивый деликатный влажный текстуру кожи я бы не сказала что он подчеркивает все достаточно красиво хорошо в мое фирменное зеркальце тоже свите сама сделала до люблю что-нибудь так тоже сделать своими руками не из-за этого зуба такое ощущение что у меня тут во рту кстати вот конфету когда вот кружат да за щеку она так это мешает быть у меня такое ощущение что как будто у меня там конфеты за щекой но хотя они у меня там еще нет просто то место где лечат зуб а она припухло такое такое и у меня такое ощущение как будто у меня там конфета я надеюсь вы мне простите этот момент так ну он сливается по цвету с кожей ну чуть 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 дает розоватый такой красивый розоватый оттенок так ну а потом давайте нанесем контуринг смотрите как он хорошо тушуется как хорошо он ложится набирается все супер хотя у меня обычная кисточка видите я ее покупала фикс прайсе за 50 рублей ухода три наверно назад года три или четыре назад так что хотела опять покритиковать те кто знает меня смотрит мои видео значит я так люблю чуть-чуть покритиковать морали получать ну простите действует моя природа природа училки природа брамина хотела сказать что а когда девочки начинают ну понятно что больше всего из-за зависти начали это постоянно окрашенная уже тебе столько лет а ты красишься почему тут сколько лет я же женщину тоже хочу быть красивой как и все плюс как я уже говорила в прошлых видео до что нанесение макияж это определенный ритуал медитация это как игрушка это отдых это такой мистический процесс плюс макияж это защита защита для женщины и люди наверное куча денег типа или там много времени чтоб всем этим заниматься нет абсолютно нет в моих видите да у меня мало еще косметических видео но вы видите что у меня косметика не особо дорогая не не особо дорогая но у меня есть пару таких ну не поможешь чуть больше таких палеток для теней брендовых скажем тогда ну как брендовых ну люкс они к люксу относятся ну вы знаете кстати эти палетки я меньше всего использую а вот палетки с алиэкспресса брендовых китайских именно китайского бренда и даже даже люкс вот сегодня новую палетку мы такую с вами сегодня я вам покажу новенькую да это видео ей посвящено или там другие какие-то палетки там майка преволюшен вот мне тоже нравится или даже вот кисточка 50 рублей ну и что для этого нужно много денег чтобы привести себя в порядок нет это просто иметь желание надо иметь женскую природу от рождения и вот это женское желание стремление к красоте а вот что красота имеет женскую природу вообще-то энергия вот это вот и вот кисточка 50 рублей этот этот он стоил там 349 рублей три продукта с 349 рублей но при продукт при этом очень хороший и что для этого нужно много денег нет лучше бы поменьше жрать понимаете поменьше бы калпах колбасы покупать чтобы быть в форме более-менее и вот 15-20 минут хотя бы на макияж и все его красавица девочки вы красавица кстати айурведа говорит что если женщина наедается на ночь она теряет свою красоту понимаете пища не переваривается ночью потому что джаттер агния ночью не работает и вся эта пища идет в токсины аму в токсины в яд в лишний жир а если учесть что большинство женщин на земле едят мясо рыбу яйца то вообще пиши пропала во-первых поедание живых существ это большой грех который бог не прощает не прощает и плюс это же энергия смерти там трупные яды и от этого всего кожа быстро портится и стареет да плюс настроение всегда такое тоже убитые недовольная жизнью вот поэтому от питания от того как человек и в частности женщина питается тоже будет зависеть как быстро она будет стареть как она будет выглядеть так что правильное питание правильный режим дня еда режим сна вот и хотя бы 20-30 минут в день и вы красавица так ну что чуть-чуть перебронзируем свой философский лобик да лобик учителя так ну чуть-чуть сделаем а то вы знаете в последнее время мне так понравилось пользоваться бронзерами я купила себе бронзирующие пудры хорошие красивые и мне так нравится с ними взаимодействовать что иногда я такое себе загорелое лицо делаю хотя на самом деле вы видите да я очень светленькая а вот сейчас просто чтобы вам показать это уже темнеет к сожалению опять я припоздала записи видео ну ничего включим потом освещение но все вроде бы так по крайней мере лицо сделали кстати на нос я не люблю наносить хайлайтер и когда я вижу в инстаграме фотографии с макияжами и там нос блестит вот этот пятачок так блестит вот этот хайлайтер сразу все внимание на этот нос ты уже не видишь остального макияжа вот это просто идет внимание на нос ну вообще вот нос блестит не знаю мне не кажется это красивым девочки а вам это кажется красивым напишите мне пожалуйста в своих комментариях как вы считаете когда вот хайлайтером наносят вот нос и особенно пятачок это выглядит красивым по вашему мнению на мой взгляд это не очень красиво блестящий нос мало то и так что уже все блестит все блестит ну когда еще нос блестит ну не знаю мне как-то как будто его облизали и забыли вытереть мне короче не нравится так девочки звезда виновница сегодняшнего видео девочки смотрите ну это коробочка естественно коробочка это тени фирма бренд китайский бренд китайский люксовый бренд который называется мэй кинг мэй кинг я думаю это переводится как мой король ну что то с королем явно связано кинг там таки написано мэй кинг он верно переводится как мой король или моему королю ну что то с королем девочки реально королевская палетка это коробочка да я купила естественно и и на а алиэкспресс на торговой площадке алиэкспресс где торгуют разные бренды более того девочки я сегодня сидела на этом сайте и видела от и от бренда vivienne sabo а это как известно французский бренд но продукцию vivienne sabo на алиэкспресс то есть бренд vivienne sabo закидывает на торговую площадку алиэкспресс свою продукцию чтобы там его покупали понимаете поэтому я думаю немножко у нас алиэкспресс алиэкспресс и на китайщина китайщина и что китайщина чо китайцы не люди или чего да я уже говорила об этом там это просто интернет алиэкспресс это интернет магазин где торгуют бренды и подчас люксовые даже бренды и тем более там торгуют конечно же поскольку это видать магазин интернет магазин китайский то есть страны китай то да там есть и люкс китайский люкс ну знаете что я вам скажу китайский люкс это реально люкс и по оформлению и по качеству по всему я вам серьезно говорю я уже не первую беру палетку какого-либо китайского бренда я их вам показывала уже пару штучек в своих видео и дальше тоже буду показывать на что у меня там есть и новенькие палетки и в пути тоже есть палетки которые идут и они скоро придут я вам тоже буду показывать почему я их беру очень нравится девочки очень нравится оформление очень нравится качество я просто у меня венера в гороскопе расположена в знаке весов очень сильно я люблю все красивое красивую одежду вышитую красивую с орнаменту красивую косметику чтобы косметика была не только качестве но красиво чтобы мне было приятно брать понимаете приятно брать палетку и знаете что сказал мой сын я сыну своему говорю ой сынок опять тени заказала на алиэкспрессе китайский люкс он грудно еще нормально я говорю почему нормально то есть мужчина говорит ночью нормально и знаете что он мне сказал мам ты знаешь как китайцы заморочены на косметике они горят намного китайцы заморочены на косметике они всю эту тему очень любят поэтому у них косметика лучшая в мире я такая грудь откуда ты знаешь он говорит ну а мой сын просто он лик он увлекается вот этими японскими китайскими вот этими всеми темами вот этими всеми мультиками там вот этими все пики ну вот эти как они называются короче вот эти все самураи и вот это вот сюда вот как же не пики мон и как же они называются то я не помню короче я не помню ну вот эта вся тема и он там очень видать много что изучал как бы пока потому что несколько лет он в этой теме там и в компьютерные игры эти играл там вот эти sailor moon короче вот это вот все и он говорит мам ты знаешь как китайцы заморочены на косметике они говорят очень на этом заморочены они очень любят вот это все вот эти майкап там туда все говорит там все эти образы там все вот это вот горит они очень заморочены и на качестве и на оформлении у них все такое и вы знаете китайский люкс это вот реально и вот смотрите раньше я этой фирмы не видела на алиэкспрессе не видела эту палетку я заказывала месяц назад в августе месяце и до этого до этого я уже несколько лет тоже такое что иногда покупала да на алиэкспресс и раньше я все пролистывала все 60 страниц я пролистывала стене пошли я тени маньяк я про и этой фирмы раньше не было не было она появилась именно вот эта фирма бренд майкинг она появилась наверно совсем недавно вот и там этого бренда 6 палеточек все они разных цветов и там выбираете какой вам хотите я сразу заказала 2 2 палетки одна вот видите такая синяя другая зеленая но зеленую я вам покажу в следующий раз что времени нам не хватит они мне пришли очень быстро где-то за недели три за недели три пришли мне сразу две эти палетки ну это же один бренда и в упаковке они мне еще прислали подарок они мне прислали то есть вот это бренд маякинг прислал мне две мои заказанные палетки палетка одна палетка стоила тысяча восемьсот пятьдесят рублей тысяча восемьсот пятьдесят рублей и в подарок к этим двум палеткам они мне прислали спонж для нанесения макияжа очень хорошего тоже качество вообще великолепный я им пока не пользовалась пальцами всегда наношу вот спонж очень хороший и три кисточки девочки и в подарок шло три кисточки для макияжа я вообще ошалела и так все красиво хорошо запечатано все добротно все шикарно сейчас вам покажу эти три кисточки и также в подарок пришло три кисточки девочки смотрите три кисточки видите растушевочная растушевочная кисточка кисточка более плоская для детальных работ маленькая и пушистая плоская плоская кисточка вот она видите да что я вам хочу сказать ворс похож на натуральный я его не поджигала не проверяла но вот по ощущениям очень мягкий очень приятной девочки три шикарные кисточки самые нужные для макияжа вы видите да вообще я в шоке какой хороший щедрый бренд спонж три кисточки в подарок очень похож на натуральный но я имею еще не пользовалась у меня не так нравится что я их берегу я пока много разных кисточек я имя а эти новенькие стоят же за свою очередь так девочки ну и смотрите вот эта коробочка смотрите как открывается вот так открывается видите вот она открывается и там сама палеточка девочки оформление палетки я не говорю пять плюс я говорю десять плюс 10 плюс девочки посмотрите она сделана видите вот это оборотная сторона это это период видите на китайском что-то написано вы видите какое оформление она бликает девочки она бликает такое оформление здесь у нее она бликает девочки она нас она такая знаете вот ну наверно сантиметра 15 на 6 то есть у нее размер где-то 15 на 6 вот такая вот она да если брать по размеру в руках то есть компактная она не огромная где-то сантиметров 15 на 6 или даже 10 или 16 на 6 на 16 на 6 девочки ну какая аж она красивая я говорю это не вот она бликает прям вот картон это картон но насколько он хороший нас он прочный качественный сто лет пролежит девочки она такая красивая если вы только знали так и открываем палетку сейчас я открою сейчас это дневной свет дневной свет сейчас я ее открою потом включу обычный свет мы шоу во первых уже не видно ну и так чтобы на дневном свете посмотрели цвета ну и смотрите открываем палеточку здесь пленочка и на пленочке даже видите красиво золотом тоже нарисовано видите да девочки смотрите палеточку цвета вы видите ну естественно есть зеркало зеркало заклеена пленочкой и внутри и снаружи палетка выполнена очень добротно очень качественно очень великолепно девочки посмотрите на эти цвета девочки я в восторге я говорю я много за свою жизнь переведела палеток ну вот говорят ой китайские там алиэкспресс алиэкспресс девочки я когда получила эти две палетки я на них смотрела у меня слеза потекла и вам серьезно говорю настолько меня это впечатлило вот вот эта вся красота само исполнение палетки вот эта вся цветовая гамма естественно я их потрогала ну просто я ими еще не красилась с вами сегодня первый раз ими не красилась но пальчиком чуть-чуть посвотчила игре я сидела я не могла на них насмотреться понимаете боже это ж надо вот китайцы девочки сейчас весь мир всю свою продукцию почти делает в китае но есть хорошая заводская продукция и там все очень качественно и если это бренд то там все по высшему уровню понимаете а есть естественно подпольные какие-то вещи да там ну где-то там так оно везде такое есть это и так уже понятно что китай это мастерская всего мира там делают все и обувь и технику и и все но именно китайские бренды по косметике именно бренды не подпольная там что-то в гараже там мешают дох какие-то тени а именно бренды китайские девочки они настолько красиво делают свою вот эту всю продукцию и оформление помните я брошу мне очень нравится и оформление чтобы было ответить она так вот бликает вот переливается и и оформление и качество 10 плюс 10 плюс теперь смотрите естественно вот оттенки до передает в общем то сейчас дневное освещение передает и смотрите здесь есть и украшал очки здесь раз два три четыре пять украшать шесть то есть здесь есть и матовые тени и сатиновые тени и вот эти украшал очки как они называются топеры топеры но они девочки они настолько потрясающие это реально реально понимаете эту палетку надо использовать когда вы идете на прием королю да и ее можно использовать мэйкинг понимаете бренд мэйкинг мой король моему королю посвящается ой боже такая красота давайте быстренько сейчас сделаем сводчи пока дневной свет потом я включу свет мы посмотрим как и потом уже сделаем макияж моему королю посвящается мой король на данный момент в индии мой дорогой арджуна так соскучилась уже мой король так ну давайте начнем с первого ряда да начнем вот так вот по порядку с первого ряда и потом вот так вот пойдем да так девочки ну это обычный такой цвета сша цвета шампанского цвето шампанского Давайте я нанесу вот так а потом цвет это просто цвет шампанского сатин цвет шампанского его можно и под бровкой так девочки вот я его нанесла если видно Его можно и под бровкой Он светлый, как моя кожа Его можно и под бровку И как хайлайтер нежный Высветлить что-то Очень мягкий Вот так трогаешь Я не знаю у кого как чувствительность Я пальчиком трогаю, а у меня аж в голове Отдается такое Вы представляете Вот я трогаю А у меня прям аж Такое удовольствие У меня аж в голове Девочки красивейший, мягкий Приятный цвет Цвет такой шампанского Вот на пальчике Очень красивый Следующий цвет у нас тоже Потрясающе мягкий Шелк, девочки Светло-светло-розовый Светло-светло-розовый Такой знаете Цвет Светлой пыльной розы Вот он Этот цвет Цвет пыльной Светлой розы Я думаю Вы знаете И можно сделать даже Легкий румянец Вот он на пальчике Так, следующий у нас цвет Идет такой топпер Такой серо-голубой Топпер Так, девочки Вот я его наношу Ой, ну красивый Это просто Что-то невероятное Вы видите, девочки Да? Мэйкинг 1850 рублей Китайский люкс Вы видите? Следующий оттенок Он такой, знаете Зеленое золото Я бы так его бы назвала Зеленое золото Вот он будет рядышком Зеленое золото Девочки, посмотрите Ну, на камере он больше Желтым кажется Но он такой Зеленое золото Очень красивый Очень красивый Вот он Очень красивый Тоже такой вот Типа топера Ну, я говорю Потрясающий Потом я свет включу И вы увидите Как они на свету переливаются Так Следующий оттенок Красный Просто красный Пигментация, девочки На ура Смотрите Красный цвет Еле дотронулась пальцем Смотрите Прям такой яркий Красный цвет Очень красивый Прям такой Девочки Посмотрите На эту пигментацию Мэйкинг Да-да Можно Чуть румяшки Ой Ну и рядышком С ним Такой Какой-то вот Ну, он В палетке Выглядит Как темно-синий Ну, сейчас Мы посмотрим Ну, это тоже Топпер Маленькие-маленькие Блесточки Он на темной Подложке И много-много Синих Блесточек Вот он на пальчике Вот он на пальчике Вот, видите И вот он Здесь внизу Девочки, вы видите, да Ну, я даже в камеру Вижу Что это Красота неописуемая Это дневной свет Причем дневной свет Уже у нас Шесть вечера Уже Сумерки Ну, вы видите, да Солнца нету Я говорю Уже сумерки Так, второй ряд Второй ряд Это у нас Такой Ну, как его называют Ягодный, да Такой типа бронзы Такая теплая Бронза Ягодная Ну, такой цвет Есть во многих Палетках Ну, и здесь Он тоже есть Почему нет Вот такой цвет И вот он, девочки Вот он Вы видите Очень красивый Сатин Такой мягкий Нежный Сатин Девочки, говорю Вы не представляете Какие они Ну, вот Качества Они такие нежные Шелковые Вот, я говорю Ты их трогаешь И прямо Аж по всему телу Отдает вот это Чувство Такое Приятное Я говорю Экстаз Так, следующий Оттенок У нас матовый И он И он такой Теплый персик Теплый Такой Насыщенный Персик Девочки Посмотрите На эту Пигментацию Вы видите Это такой Теплый Персиковый Цвет Вот он Теплый Персиковый Цвет И вот он Вот он Смотрите Пигментацию Девочки Вы видите Так, следующий Цвет У нас такой Зеленый Но это Топпер Там блесточек Много Много Маленьких Маленьких Блесточек Девочки Цвет Красивейший Девочки Вот он Зеленый Этот цвет На пальчике И вот он Здесь Вот он Очень красивый Прям изумруд Теплый Теплый Такой Изумруд Теплый Изумруд Я больше Люблю Зелень Хаки И зелень Теплую Зелень Холодная Зелень Мне не Очень Идет Цвет Красивый Так Рядом С ним Идет Такая Бирюза Такой Голубовато Бирюзовый Цвет Так Сейчас Мы его Наносим Рядом Зеленым Ну да Это такая Бирюза Очень Красивый Девочки Пигментация Я говорю Вот если бы Никто не сказал Бирюза Девочки Видите Вот он такой Есть Топерный Металлик Такой Прям Вот это Бирюза Рядышком Смотрите Видите Вот Вот Бирюза Вот Девочки Вот Она Бирюза Рядом С Зеленым Видите Девочки Вот Если бы Кто Так Вот Вам Сделал Свотч И Поднес Вы бы Никогда Не догадались Что Это Мейкинг С Алиэкспресс Бренд Да Ну я бы Лично Короче Слов Нет Так Рядом С ним Такой Оттенок Винный Такой Как Бордо 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 Ой Боже Пигментация Девочки Чуть Чуть Я говорю Тени Я говорю Вот Девочки Если вдруг Кто Закажет Эти тени Пожалуйста Напишите Мне В комментариях Свои Свои Впечатления По поводу Этой Палетки Ну я говорю Пигментация Вот Чуть Чуть И тени Вот Мягчайшие Девочки Бордо Смотрите Смотрите Какая Пигментация Девочки Бордо Видите Возле Бирюзы Вот Он Вот Он Девочки Вот Этот Бордовый Оттенок Очень Красивый Вы Видите Пигментацию Это Что-то Невероятное И Последний Оттенок Он Такой Цвет Даже Не могу Я Писать Как Зеленое Шампанского То есть Такой Цвет Знаете Он Вроде Б Как Такой Интересный Оттенок Я Даже Не Знаю Как Его Назвать Цвет Но Он Такой Вроде Как И Цвет Шампанского Но В то же Время Чуть В Зелень Такую Знаете Вот Ну Не В Зелень А Вот Что-то Такое Среднее Ну Сложно Мне Описать Назвать Ну Смотрите Какой И Вот Он Возле Бордового Вот Наслаивается Растушевывается Девочки Это Реально Королевские Тени Я Вам Серьезно Говорю Реально Королевские Вот Он Возле Бордового Видите Вот Он Возле Бордового Девочки Это Реально Королевские Тени Я Вам Серьезно Говорю И Всего Лишь 1800 Рублей Я Говорю Я Когда Получила Эту Палетку Я думала, боже Понимаете, у меня язык Не поворачивается, как-то оскорбить Вот тех же Вот этих китайских людей Работников Этого бренда Я говорю, качество 10 плюс Все оформлено Все четко Все Красиво, запаха нет Запах есть какой-то Тут нет абсолютно ни запаха пластилина Ни запаха клея Запах каких-то предмета Запах бумаги Потому что даже бумага пахнет По крайней мере, я этот запах чувствую Я вам говорила, у меня чувствительность очень хорошая Но, девочки Это что-то невероятное Это что-то невероятное Я вам серьезно говорю Вы сами видите Камера хорошо все передает Вы сами видите Цвета потрясающие Качество Оформление, девочки Я говорю, это просто что-то невероятное Теперь у нас свет, конечно, уже Давайте включим Хотя бы немножко Такой свет Электрический Да? Так Конечно, будет странно все это выглядеть Но, тем не менее Посмотрим Как будет, так будет Девочки, а теперь смотрите Вот она Смотрите Видите, какой голографик Это же палетка Это не другая палетка Вы видели, я держала в руке Вот она Вы видите, вот то, о чем я говорила Что и сам цвет И здесь нарисован Как будто вот Рыбий хвост Хвост русалочки И видите Плотный картон Вот плотный Очень приятный Не пачкается Ну, то есть вот У меня руки были в тенях Да, вот Все чистенько Ой, господи Я говорю Настолько красота Девочки Настолько красота Вы видите, да? Вот просто Что-то Что-то невероятное Наверное Не очень хорошее Будет освещение В этом видео Но Вы меня простите Да? Самое главное Это мы посмотрели Ой Так, девочки Увидели, да? Видите, какая коробочка Теперь я открываю Давайте так посмотрим При таком освещении На нее При электрическом Камера Передает цвета Я специально Брала такую камеру Чтоб не искажала цвета Может быть Я в ней В этой камере Выгляжу не очень хорошо И это действительно так Потому что я смотрю Потом свои видео Да, естественно И я вижу Что я там белая такая И чуть-чуть По-другому выгляжу Чем в реальности Вот Ну и Ну я брала камеру Чтоб она четко Цвета передавала Понимаете? Чтобы она Главное Чтоб она хорошо Передавала цвета Девочки Ну и смотрите Вот теперь Ой, боже Эти сводчи Господи Господи Это же красота Топукая Девочки Смотрите Теперь на эти сводчи Здесь На вот таком освещении Вы видите? Смотрите Смотрите Ну я говорю Камера Вот этот блеск Вот этих топеров Которые здесь есть Это настолько Меленькие Меленькие Вот эти топеры Да Они Настолько Меленькие Блесточки Что оно Как пыль Как вот Звездная пыль И вот Подложка У этих топеров Она такая Полупрозрачная Ну какая-то база Там где-то Серая база Где-то зеленая Ну Я говорю Это красота Необыкновенная Посмотрите Девочки Ой Господи Да Вообще Супер Так Девочки Ну что Будем делать Давайте Сделаем Доделаем Макияж Да Этой палеткой Буду делать Макияж Так И какой же Я хочу Макияж Ну давайте Что-нибудь Такое Интересное Сделаем Так Я возьму Персиковый Оттенок Оформим Складку Века Ну то есть Оформим Вот видите Я вам говорила Что Этот Карандаш Он хороший Ну не особо Стойкий Уже На низу Отпечатался Так Давайте Девочки Смотрите Видите Только Кисточкой Раз Раз И уже Цвет Здесь Я говорю Тени Качество Они Чуть Чуть Пылят Ну Понимаете Ну все Все Пылит Не бывает Так Чтоб Не пылила Чуть Чуть Вот я Кисточкой Мягкая Кисточка Ну как Мягкая Ну так Не Она Жестковатая Вот эта Кисточка У меня Жесткая Я Дотрагиваюсь И я Вижу Там Пылиночки Образовываются Когда ты Кисточкой Тыкаешь Что да Ну она Жесткая Пылинки Есть Пылинки Есть Ну что Тени Понимаете Вот В данной Палетке Они Настолько Мягкие Они Настолько Вот Прям Вот Они Даже Мельче Чем Мука Наверное Понимаете И пигментация Просто То я Всегда Стряхиваю Все Равно Стряхиваю Чтобы Лишнее Вдруг Не Осыпалось Там И так Далее Но Оно Не Осыпается Девочки И цвет Цвет Потрясающий Я говорю Я Когда эти Две Палетки Получила Да еще Подарок И спонж И три кисти Я говорю Я открыла Эти две Палетки Я сидела Я на них Смотрела Я началась Я не могла Оторваться Я смотрела На эти Сводчи Вот так Вот сижу Ну вот сейчас Я даже Их вижу Да Но это Настолько Красота Вот Настолько Красота Девочки Если возьмете Не пожалеете Серьезно Это И эстетическое Удовольствие Просто держать В руках Такую красоту И Косметическое Удовольствие Ну По крайней мере Я косметику Очень люблю Я тени Маньяк Теней Как говорится Свою Крашусь Я буквально С детства Начинала Со цветных Школьных Карандашей Вот То я Разбираюсь Как бы Ну что Вижу Тоже Как они Ложатся Как чего Как тушуются Девочки Красота Неописуемая Серьезно Девочки Ложатся Хорошо Пятен Нет Осыпаний Нет Ну я говорю Это просто Вот просто Удовольствие Понимаете Вот ты реально Чувствуешь Что ты наносишь Макияж Для своего Короля Да Это реально Такая чисто Вечерняя Палетка Потому что Вы видели Здесь много Топеров Такие Насыщенные Густые Оттенки Прям такие То есть Это реально Так вот Не Ну и Дневной Макияж Здесь Можно сделать В общем-то И вечерний И дневной И Такой Матовый Обычный И Блестястей Карнавальный Вечерний Ну и Как обычно Своей толстым Таким бочоночком Я просто так Все Чуть-чуть Расту Девочки Но оно Знаете Вот Знаете Кстати Почему мне Нравятся Именно Китайские Вот бренды Потому что У них Почему-то У меня Вот есть Уже Мэйкинг Бренд У меня Есть Ходжу У меня Есть Юкенби У меня Есть Фокалюр Несколько Всяких Таких Поклеток Они Все Хорошие Все Качественные Все Хорошие Но У этих Теней У китайских Почему И они Мне Именно Нравятся У них Есть Такая Особенность Они Растушевываются В дымку Они Все Отдают Цвет Цвет Пигментированный Но Они Очень Легко Тушуются Вот Просто Раз Раз Ну Вы Видите Что Я Буквально Там Что Я Провожу Ничего Но Они Раз И В дымку Превращаются То есть Нет Четких Границ Нет Такого Четкого Знаете И ты Сидишь Вот Это Тушуешь Тушуешь Нет Они Вот Раз И оно Как будто Сами Собой Они Раз По Веку И Распределяются Причем Тон Девочки Ну Вы Видите Что Я Тушевала Вот Если Проследить Нет Просто Раз Два И Все И Дымка Понимаете Смотрите Ни пятен Посмотрите Если Видно Я понимаю Что При Таком Освещении Не Очень Ни Пятен Ничего Вот Мне Вот А Нравится Ты Набираешь Вот Так Раз Раз И Оно Само Распределилось По Веку Вот Серьезно Девочки И Вот Просто Дымка Как будто Это Твоя Кожа Только Вот Такого Цвета И Мне Из-за Этого Очень Тени Эти Нравятся Не Надо Сидеть Набивать Этот Цвет Не Знаю Мне Настолько Нравится Я Вам Даже Передать Не Могу Так Теперь Знаете Что Я Хочу Я Хочу В уголок Глаза Наверное Нанести Вот Этот Такой Винный Винный Цвет Чтобы Чуть Углубить Складку Такой Типа Hello Eye Вот Здесь Вот Как говорится Винного Вот Этого Бордового Оттенка Добавить У нас Будет Сегодня Такой И Здесь В уголке Глаза Тоже Девочки Вот Смотрите Только Вот Чуть Чуть Сделала И Все И Есть Вы Видите Вот Вы Видели Да Я Вот Так Макнула Вот Так Сделала И Есть Цвет Они Пылят Чуть Но Это Единственное Ну Это Понятно Они Порошко Образные Продукты Естественно Он Будет Пылить Да Тем Более Эта Кисточка У Меня Жесткая Она Так Хорошо Взерушивает Но Она Мне Нравится Но Зато Вот Я Взяла И Смотрите Раз Раз И Нанеслось Вы Видите Я Вообще Я Потрясена Самое Интересное Сегодня Три Часа Опять Сидела На Алиэкспрессе Я Уже В Корзину Добавила Еще Две Такие Палетки Только С Другой Цветовой Гаммой Мне Хочется Палетки Этого Бренда Собрать Эту Коллекцию Ну что Я говорю Это Произведение Искусства Это Косметическое Произведение Искусства И по Качеству И по Оформлению И по Картинкам Не могу Пройти Мимо Косметики Которая Красиво Оформлена Это Уже Знаете Как Превращается В Коллекционирование Да Ну что Я люблю Когда Вещь Еще Эстетически Красивая Тем более Это же Вещь Для Красоты Соответственно Логика У меня Какая Чтоб Оно Должно И красиво Быть Оформлено Чтобы Эта Упаковочка Была Красиво Упакована Здесь Упаковка Девочки Как Я Уже Вам Сказала На 10 С Плюсом Нижнее Века Тоже Этим Винным Оттенком Подчеркнем Соединим Вот Так Вот Все Вытянем Сюда Чтоб Такой У нас Был Вы Знаете Я Люблю Кошачий Разрез Глаз Более Восточный Скажем Так Ой Девочки Ну Я Говорю Вот Прям Дымка Дымка Я Не знаю Видно Видно Или Нет Я В следующий Раз Постараюсь По косметике Все Таки Успевать В дневное Время Сделать Макияж Ну Не Успела Простите Но Все Равно Я Надеюсь Видно Вы Видите Прям Дымка Я Особых Усилия Не Прикладывала Пигментация Девочки Девочки Уже Говорила Все Все Наташа Деноне И Анастасия Просто Курят В сторонке Причем Очень Сильно Нервничая Я Вам Серьезно Говорю Не надо Не усилий Легко Кисточкой Водишь И Оно Само Все Ложится Смотрите Пигментация Есть Дымка Есть Все Супер Так И Я Хочу Нанести Девочки Такую Блестяшечку Вот Этот Цвет Который Был Как Я Сказала Что Он Такой Зеленое Шампанское Хочу Нанести Этот Цвет Боже Девочки Я Вам Сейчас Офигеть Девочки Это Вот Этот Оттенок Офигеть Вообще Боже Мой Боже Девочки Это Реально На Вечер Ой Вау Девочки Это Реально Господи Это Реально На Вечер Вот Вы Знаете Вот Реально Эстетика Этих Палеток Ну Вы же Видели Да Такие Старинные Китайские Фильмы Где Вот Эти Красивые Гейши Они Такие Ухоженные Такие Белолицы У них Вот Этот Румянец Такой То есть Вот Эта Китайская Эстетика Да Вот Она Здесь Прослеживается Здесь Вот Такие Оттенки Они Вроде Бы Пигментированы Но При этом Они В дымку Все растушевываются Но Цвет Есть Нет Вот Такого Гру То есть Они Нежные Вот Как Вот Эти Гейши В этих Фильмах На Этих Китайских Панно На Этих Картинах Да Вот Они Такие Нежные Такие Вот Эти Женщины Такие Томные И Вот Тоже Вот И Такие Макияжи Вот Они Тоже Тени Нежные И На Ощупь И По Вижу Этот Винный Оттенок Но При Этом Он Все В Дымку Растушевалась Девочки А Вот Топпер Это Топпер Девочки Это Самый У меня Много Разных Топперов В Этот Он Настолько Блестит Настолько Играет Девочки Это И Он Я говорю Слов Девочки Смотрите Дал Один Глаз Сейчас Второй Сделаю Я Пальчиком Наношу Ну Я Люблю Пальчиком Наносить Девочки Это Что-то Невероятное Господи Это Я Лягу Так Спать Я Не буду Я Не буду Умываться До Пока Мне Не Позвонит Из Бхара Ты Мой Король Мой Дорогой Арджуна Я Хочу Ему Показать Этот Макияж Хотя Знаете Мой Арджуна Всегда Говорит Бэби Зачем Так Много Майкап Он Чуть Чуть Уже Русский Знает Бэби Зачем Так Много Майкап Не Надо Майкап Я Хочу Быть Красивой Бэби Ты Всегда Очень Красивый Бэби Ты Очень Красивый Ты Большое Красное Яблоко Почему Большое Красное Яблоко Он Говорит У А Щуки Всегда Такие Красные И Он Говорит Бэби Ты Красивая Не Надо Майкап Не Надо Майкап Ты Такая Всегда Красивая Ты Без Майкап Тоже Очень Красивая А Я Говорю Я Люблю Я Говорю Я Очень Люблю Майкап Это Майкап Короче, вот я сейчас сижу, девочки, вот с этими тенями, это пипец какой-то. Я говорю, у меня аж крыша едет от этого удовольствия, от этих цветов, от этой палитры и от этого качества тенеть, понимаешь? Я ему говорю, дорогой, это для меня отдых, это релакс, это медитация, это моя игрушка. Вот у тебя есть там свои игрушки, в компьютере, в интернете, вот эти все мальчиковые игры, повоевать, побегать. Я говорю, а у меня девочкина игрушка, моя косметика, это мои девчачьи игрушки. Бэби, я поняла, бэби, я поняла, я поняла, ты любишь косметику, бэби, я поняла, ты любишь. Дождусь, пока он вечером тоже позвонит, и чтобы показать ему вот этот королевский макияж, мейкинг, девочки. Ну это такой топпер, девочки. Господи, я говорю, это, я говорю, вот из всех моих топперов, из всех моих украшалочек. А представляете, когда солнце будет, и вот это солнечные лучи, когда будут падать на глаза. Девочки, ну, я не знаю, как вам там видно, не видно, придется поверить на слово. Мейкинг, мейкинг, девочки, китайский люксовый бренд. Вот, девочки, смотрите, ой, на этот топпер. Я надеюсь, вам будет видно. Вы видите, нет? Я не знаю, как вам видно, сейчас постараюсь вас даже, может быть, приблизить, если у меня получится. Так, наверное, получится, скорее всего. Девочки, смотрите, как растушевалось. И смотрите на этот топпер. Просто, когда глаза закрываю, я не вижу, куда я веду. Девочки, вы видите, как растушевалось все в дымку. Вот. И посмотрите на этот топпер. Так, сейчас я немножко отдалю все-таки вас. Девочки, смотрите. Я не знаю, видно вам или нет. У меня нет слов. Господи, боже мой, боже мой, реальная красота. Так, что мне надо сделать? Давайте теперь оформим до конца глаза, да? Карандашиком реснички. Видите, да? Сводчики. Мне очень нравится. Я говорю, я в таком шоке нахожусь. Я первый раз с этой палеткой сегодня с вами. Я их получила, когда? Недели две назад. Получила, посмотрела, впечатлилась. И две недели я к ним не притрагивалась. Специально ждала, пока я вот сяду, видео снимать, и чтобы вам показать. Я говорю, это что-то невероятное. Это такой блеск. Вот, девочки, вот на вытянутую руку я держу зеркало, и я вижу, понимаете? И оно блестит. Я вижу этот блеск. Это просто видно из космоса. Красивейший, девочки, красивейший. Вообще, это что-то невероятное. Сейчас давайте опять обновим карандашик. Нашу слизистую. Девочки, расскажите, пожалуйста, в комментариях под видео какую косметику вы предпочитаете, какие бренды вы предпочитаете. Больше европейские или больше вот восточные бренды. Что вам больше нравится? Какие продукты? Может, что-то мне посоветуете? РART Порядок Время Порядок Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, с этими тенями даже не хочется какие-то черного много рисовать, этих стрелок, тушевать их, чтобы не перекрыть вот этот весь блеск. Стрелочку я сделаю такую длинненькую, но не жирную, не толстую, чтобы сохранить побольше вот этого блеска на веках, чтобы карандашом не закрасить этот весь блеск. То есть стрелочка будет длинненькая, но тоненькая. Я люблю стрелки. На мой взгляд, они подчеркивают, оформляют лучше глаза. Даже растушевать не буду, останется так. Но я под впечатлением, серьезно. Ой, господи. Так здорово. Девочки, это такое сияние. Это просто галактика. Серьезно вам говорю. Это целая галактика в ваших глазах. Это я говорю, это можно вот... Сейчас я вот макияж закончу быстренько, потому что я не могу и краситься, и говорить. Тем более, когда такая тонкая работа. Я имею в виду вот эти стрелочки. Я вам расскажу быстренько, если не забуду от этого восторга. В чем... Помните, я в прошлом видео сейчас говорю, что нанесение макияжа – это защита. Это прежде всего защита. И изначально, изначально цель макияжа с древнейших времен была защита. Защита человека. И я вот сейчас, если не забуду от восторга, расскажу вам, почему это защита, в чем она заключается и так далее. Потому что я вот уже несколько раз в своих видео говорю, это защита, это защита. Но еще не рассказывала, почему это защита и как оно защищает и так далее. Я сейчас вам расскажу. Сейчас я закончу макияж. И я вам это расскажу. Девочки, но я в восторге. Я в восторге от этих топеров, от этого сияния. Господи! Я говорю, у меня экстаз, понимаете? У меня мозг отключается от этого. У меня только одно слово. Восторг, восторг, восторг. Ну, это реально так. Это такая красота. Цвет. Вообще набор, сами цвета. Потрясающе красивые. И говорю, видите, у меня прям цвета потрясающе красивые. Тушуются, ложатся. Причем мне 46 лет, девочки. У меня века, сами понимаете, очень структурная. И морщинки, и горбинки, и выемки, и чего там только нет. Ну, не прям так плохо все, но все равно, сами понимаете. Но вот я смотрю, вот такое впечатление, что это не тени, а цвет моей кожи. Вот те тени, которые я наносила, да, что там нету теней. Это цвет моей кожи такой. Как будто вот я так родилась. Я вам серьезно говорю. То есть они настолько растушевались и легли в дымку, и нет вот этих четких границ, ямок, вот этих переходов там. Понимаете, да? Вот я смотрю, это... И вот это сияние, которое вот Топпер дает, я говорю, это целая галактика, девочки. Это целая галактика. Я говорю, это пока не увидишь собственными глазами, в это поверить невозможно. Потому что, ну, камера, вы знаете, они не так передают сильно все, весь макияж. И на низу я чуть-чуть, ну, вы видели, да, закрасила черным карандашом и просто нижние веки во внешнем уголочке растушевала, чтобы такая тень была. Я люблю так делать, чтобы такая чуть-чуть драматичность была, такие глаза, вы понимаете, да? Я не люблю офисные макияжи. И слава богу, я никогда в офисах не работала. Офисные макияжи не люблю. Я люблю восточные макияжи, такие немножко, да, драматичные, яркие. Чтобы... Я люблю ярко подчеркивать с глаза. Девочки. Девочки, мальчики, держите меня семеро. Господи, какая это красота. Ах, серьезно. Реально. Сейчас мы накрасим ресницы. Смотрите, как вот у меня все тут блестит. Вы видите, да? Вот я наносила сейчас вот этот оттенок. Вот этот оттенок на подвижное веко я наносила. Вот этот вот. Тушь Эверлайн 4D. Как уже говорила, пока не закончу. Не выброшу. Буду краситься, заканчивать ей. Уау. Уау. Это просто что-то невероятное, действительно. Реально буду собирать коллекцию этих палеток. Там их шесть. Там их шесть разных таких цветовых наборов, да? Ну, четыре я точно хочу. Две у меня есть. Две еще хочу взять. Ну, а там посмотрим. Может быть и все шесть возьму. Ну, еще две возьму точно. Чтобы хотя бы четыре из шести у меня было. Ну, я просто беру, чтобы не просто взять, а чтобы еще цветовая гамма. То есть, я же смотрю на палетку, я вижу. Есть там те цвета, которыми я крашусь, которые мне подойдут. И вот, по крайней мере, ну, они там все, по большому счету, подойдут любому человеку. Ну, что там в палетке, знаете, и такое, и такое есть. Как-то вот учтены все цветотипы. Ну, вот больше цвета, которые мне больше всего импонируют, которые нравятся, это в четырех палеток. Это сто процентов. Ну, вот больше цвета, который мне больше всего импонируют. Очень красиво. Я вообще не могу. Вообще, у меня прям такой релакс. У меня, знаете, аж, смотрите, если видно, аж волоски дыбом встали. От этого экстаза вообще тени вот просто. Я говорю, никакого не надо массажиста там, да, или там, не знаю чего, чтобы какой-то релакс, удовольствие будет. Вот купил палеточку теней, каждый день сел к зеркалу, и вот тебе женский релакс. Ну, по крайней мере, для меня это точно. Мне никто не нужен в этот момент. Все, что мне нужно, это зеркало и моя косметика. Все. То есть, мне нравится вот сам процесс. Сам процесс. Я релаксирую. Девочки, если бы вы сейчас в реальности могли это видеть, это что-то невероятное, девочки, посмотрите. Пожалуйста. Я понимаю, что это, скорее всего, не видно. Так, а я не принесла, да, свой фонарик. У меня есть вот такая лампочка, у меня есть светильничок. Сейчас я вам покажу. Если вы увидите. Нет, это так не видно, наверное, скорее всего. Ладно. Не будем изгаляться. Но это реально очень красиво. Очень, очень, очень. Это просто... Я говорю, вот зеркало, я его ставлю на расстояние вытянутой руки. И я вижу это сияние на глазах. Понимаете? И я вижу сияние на глазах. Сейчас попробуем в телефоне взять фонарик. Просто мне так хочется передать вам это сияние. Чтобы хотя бы вы тоже немножко кайфанули. Так, где фонарик? Фонарик. Чтобы вы немножко кайфанули от этого сияния, девочки. Смотрите. Посмотрите, как растушевались тени. Что там просто вот, как будто ваша кожа. Как будто ваша кожа только в цвет вот этих теней, которые вы наносили. Настолько вот красивые, мягкие оттенки, девочки. И смотрите, как будто вот ваша кожа. Ваша кожа определенного цвета. Вот цвета тех теней. Видите? Как вот... Хотя, вы видели, да? Я не тушевала там вот это вот сидеть. Вот так, вот так, вот так. Эти пятна там. Нет, оно тенану, кисточкой раз-раз, и оно как будто вот само все легло. Посмотрите, как будто ваша кожа. Настолько все вот нежно, вот невулигарно. Хотя вроде бы яркий макияж, да? Ну, то есть яркий макияж. Но как оно все красиво смотрится. И смотрите, на вот это сияние. Вы видите, да? Девочки, это невероятно. Я даже вот свотчи, вот я вот так... Я тоже вот так дома сижу, так свотчи поделаю, поделаю, сижу. Вот на эти свотчи вот так вот смотрю. Я говорю, для меня это такой отдых. Так, ну и чтобы макияж у нас был все-таки завершенным, да? Когда позвонит, когда придет наш король, наш Махарадж. Красный цвет хочу. Ну, во-первых, маечка красного цвета. И вот, чтобы так немножко... Поскольку макияж теплый, оттенок такой винный, теплый. И вот эти сияние, оно такое теплое, золотистое, красная помада яркая. Хе-хе. Ммм. Ммм. у меня конечно свои губы далеки от совершенства они не особо пухлые форма так себе не особо выразительная то есть мои губы не для красной классической помады но такой цвет помады у меня есть немного 12 штучки на какой-нибудь крайний случай иногда когда хочется в основном я такими пастельными и нюдовыми оттенками пользуюсь цвет пыльной розы я люблю мне идет то есть такие вот терракотовые коричневые красные тем более на улицу я за свою жизнь красную такую помаду на именно на улице чтобы выйти вместе и красная на раза два или три в жизни поверите нет а вот иногда дома когда вот мне хочется у меня такое настроение хочется красные губы то я думаю вот нанесу и она у меня на губах держится столько пока я чего-нибудь не скушаю и все а вот на улицу за всю свою жизнь ну раза два или три раза два или три только красиво да потому что я понимаю что мои губы не для красной помады мои губы и тем более мои зубы не для красной помады поэтому я на себя тоже смотрю трезвым взглядом я вижу свои прелести свои достоинства свои недостатки вот помада кстати это знаете это фирма golden rose классический классический красный цвет номер оттенка 23 до golden роз турецкая фирма номер 23 классический прям красный красный ну вы видите а он такой знаете средний матовый если не кушать не пить то может несколько часов спокойно держаться не плывет не растекается приятно на губах запаха нету вообще такой как помада карандаш хотите точите можете не точить когда заканчивается просто вы здесь сзади вот эту красную попочку снимаете там ватным ватной палочкой ее проталкиваете опять закрываете и дальше краситесь хотите можете подтачивать вот очень мне нравится маленькая классная я люблю такие помады карандаши очень люблю помады карандаши вот обычные классические помады не особо люблю они больше места занимают такие да не удобные а не знаю вот карандашики из-за того что тонкий более грифель чем у такой помады а в силу того что у меня губки маленькие да мне с большим стиком широким стиком помады не особо удобно прорисовывать до свои губы а вот когда они форме карандаша мне очень удобно лично люблю именно помады карандаши и вот golden rose вот этих район мат мне нравится они недорогие там от 100 рублей в зависимости на каком сайте но я их брала вообще по 86 рублей штучка вот набрала там сразу 56 штук разных цветов мне нравится да будут девочки такой у нас получился макияж жаль что у меня освещение и вообще что я все это еще не могу делать хорошие видео мне так нравится макияж нет мне нравится понимаете макияж то что у меня обычный мой макияж обычно как я крашусь мне нравится результат мне нравится понимаете мне нравится качество мне нравится как это легло на веки то есть мне понравились тени цель была показать тени ну и привести себя в порядок чуть мне нравится цвета мне нравится вот качество теней вот то что я вижу это просто девочки это что-то невероятное вот такой у нас получился макияж вот так с этой палеточкой я говорю я потрясена девочки вообще это что-то еще раз вам ее покажу эту красавицу смотрите девочки ну согласитесь вы видите как вот это бликает она действительно так играет бликает я говорю и вот держишь в руках вот она на ладошку да как раз размер ладошку я говорю невероятное вот просто игру я когда первый раз увидел я думаю боже боже пленочка тоже швите с таким золотистым видите вот здесь как рыбий хвостик видите здесь такая золотистое тиснение и вот сама палеточка девочки еще раз вам покажу ее я говорю вот и внутри и снаружи вот настолько качественно все сделано вот девочки это реально люкс реально люкс просто это люкс китайского бренда мэй кинг мэй кинг мой король коробочка смотрите какая я говорю я настолько поражена от вот за такую вещь и 1800 и 2 и 3 я готова отдать потому что это и красиво и оформление то есть ты берешь и прям вот реально чувствуешь себя королевой понимаешь и вот этот результат который я вижу вот качество теней девочки ну вот ни одного пятнышка вот просто легло как будто твоя кожа кому-то твоя кожа ну и вот эти топперы вы видите да еще бы лицо молодое было бы вообще супер но все равно вы видите что все классно освещение не очень правда хорошего ничего так девочки на сегодня все всех обнимаю всех целую всех благодарна за просмотр вы видите видео у меня очень длинная а я не могу иначе я вам благодарна у кого хватает терпения хоть чуть-чуть посмотреть или все видео посмотреть спасибо что заходили на мой канал спасибо что смотрели меня слушали вспомнила я же вам хотела рассказать быстренько в чем заключается защита почему косметика изначально была придумана как к средства защиты потому что человек свою энергию передает через глаза через глаза передается энергия человека веды говорят нельзя смотреть в глаза когда больному человеку злому человеку человеку который в данный момент испытывает какие-то отрицательные эмоции там злость ненависть и так далее вы знаете иногда бывают когда такие напряженные отношения да мы не можем смотреть человеку в глаза мы опускаем глаза мы смотрим в сторону и так далее а вот и когда женщина там или даже мужчина или ребенок наносит макияж то когда вы на улице где-то или даже дома встречаетесь с человеком который плохо к вам относится вам же приходится с ним как-то общаться ну то есть как-то смотреть на него да и ему на вас то то допустим или конфликт какой-то да и он к вам подходит и ну естественно начинают там бы ковать на вас вот так вот в упор смотреть да типа и всегда же говорят посмотри мне в глаза на чё отворачиваешься в глаза мне посмотри и вот такие чему понимаете и когда этот человек видит ваше лицо и видит ваш макияж или вот что-то на вас там заколочка кстати украшение это тоже роль защиты выполняет ну там несколько ролей у них есть у украшений но тоже и когда вы на человека смотрите да то он его внимание скажем так оно начинает рассеиваться ну что вместо того чтобы дальше качать свой гнев до смотря вам в глаза и через свои глаза вам посылать этот гнев до эту энергию гнева он начинает фокусироваться уже на другом то есть его взгляд начинает рассеиваться потому что он начинает рассматривать ваш макияж вашу какую-то булавку которую у вас ваши там серьги и он уже у него вот эта мысль да там как-то причинить зло даже вроде бы и хотел и она у него есть но он уже сам не может посмотреть вам именно в глаза а его взгляд начинает рассеиваться на то что вокруг глаза да то есть на макияж там на серьгу там или еще на какое-то украшение да вот . кстати на лбу бинди до телок он тоже играет защитную роль то есть он начинает уже сюда смотреть на переносицу да и уже вот это его энергия гнева на вас прямо не идет то есть она уже вас не настолько цепляет понимаете ну что когда человек злой у него энергии то есть даже не злой а вообще энергия у человека идет через глаза и когда вы тоже в глаза смотрите вы на эту 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 энергию себе хапаете да то есть вы эту энергию себе берете то есть она начинает влиять на вас а когда человек пытался поймать ваш взгляд особенно вот зрачок да зрачок но не может сконцентрироваться он начинает на макияже вашим больше концентрироваться понимаете вот что у вас там то есть это отвлекает его то есть понимаете макияж глаз он отвлекает взгляд другого человека от того чтобы вам смотреть туда прямо в глаза может быть я плохо объясняю скорее всего я плохо объясняю но я надеюсь вы мою мысль поняли да ну что я говорю всегда когда дело касается энергии это сложно объяснить ну я объясняю как могу я надеюсь понятно то есть понимаете да а если бы у вас взгляд ваше лицо не было бы в макияже да то куда бы он смотрел естественно прямо вам в зрачок прямо в ваш глаз понимаете ну что ему больше негде зацепиться взглядом что у вас лицо чистое на нем ничего нету украшений нету ничего нету то есть никаких отвлекающих моментов нету и когда вас ловит какой-то там человек с агрессией там или он больной человек еще что-то это и вы там общаетесь то как правило же прям вам в глаза смотрит да и соответственно его энергия а если этот человек энергетически сильнее вас да а если у него там плохие замыслы помыслы да и вообще энергетически он не особо чистый скажем так то вот эта энергия идет на вас поэтому очень часто люди после общения с другими людьми чувствуют усталость начинает тошнить голова болеть или еще что-то ну да и многие чувствовали что говорят мой там вот встретился с этим человеком пять минут пообщался так плохо стало потому что пока общались наверняка друг другу смотрели прямо в глаза и произошел вот этот энергетический обмен причем чем больше в глаза друг другу люди смотрят тем больше он и происходит этот обмен да веды говорят что лучше прям в глаза в глаза смотреть только тому человеку кого вы очень любите и кто вас любит потому что любящий человек всегда когда на нас смотрят у него за глаз идет энергия любви но вы наверное чувствовали да кто на вас как смотрит мы же всегда говорим что о и он так смотрел так смотрел на меня я прям видела я видела эту любовь в его глазах просто что там ты видела что там написано было love там не было написано но однако же мы видим вот своими чувствами да эту энергию и также мы видим ненависть да потому что слова могут врать язык может может врать а как говорится глаза никогда не врут и вот если мы прямо смотрим в глаза то мы видим вот эту энергию и мы сами можем эту энергию послать да да мы же можем посмотреть на человека и он сразу поймет как мы на него смотрим со злом или с любовью да а вот именно вот поэтому понимаете именно поэтому косметика в первую очередь создана для защиты детей женщин понимаете и так далее вот то есть это отвлекающий такой маневр скажем так чтобы злоумышленники или человек с недобрыми помыслами листья этот человек болеет соответственно у него энергия болезни нельзя смотреть прямо в глаза умирающие ответы говорят что нельзя смотреть прямо в глаза умирающему человеку чтобы энергию смерти тоже вот не поймать на себя да нельзя смотреть в глаза больному человеку злому человеку ну что вы цепляете на себя вот эту энергию поэтому если видите что что человек с такими эмоциями дали он больной или там при смерти не надо смотреть прямо в глаза вот и если есть возможность то наносите хотя бы чуть-чуть макияжа хотя бы так черным карандашиком послизистой раз 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 и уже это будет защита для вас вы знаете что на востоке детям и дети и старики и мужчины и женщины они подводят черным глаза каджил каджил или сюрьма называется сюрьма они раз раз послизистой вот так вот чтобы защита была защита от энергии от энергетики и от зловредной энергетики другого человека ну что мы в течение дня общаемся с людьми и мы можем такого человека встретить в любое время в любом месте и чтобы сильно не попасть под его влияние и не цепануть вот эту энергию понимаете в глаза в глаза когда он скажет что ну посмотри на меня ты такая что понимаете да а так он вроде бы заход скажет а ну смотри на меня а вы такая раз со своими накрашенными глазами такая что и это сияние у вас понимаете вот эти ваши глаза там как-то накрашенные да там эти тени тем более если не разных цветов там и особенно вот это сияние она его просто ослепит понимаете и он уже а его эмоции они там будут на втором третьем плане он уже будет сидеть и рассматривать ваш макияж и знаете вот я же всегда накрашенная ну я раньше не знала про защиту до макияжа я просто с детства любила краски вот это вот чтобы себе нарисовать вот просто нравилось а потом когда я уже начала изучать физические знания уже узнала об этом но я и раньше замечала и сейчас тем более уже осознанно замечаю что когда я встречаюсь с человеком да а поскольку у меня всегда макияж то я вижу что я что-то говорю человеку а он сидит и рассматривает мой макияж и потом такой ой а ты так глаза накрасила ой а чё это у тебя за тени а чё а я говорю повтори что я только что сказал а человек даже не может повторить то есть он настолько увлекается рассмотрением моего макияжа что он даже не помнит и не слышит то о чем мы говорим понимаете да то есть его внимание полностью на том что у меня нарисовано какие на мне сегодня тени там как они сверкают не сверкают какой цвет какие сегодня у меня цветом глаза потому что у меня глаза меняются они то зеленые то хаки то больше такие медовые светло коричневые такие в зависимости какое освещение какая погода какое настроение какой оттенок теней сегодня какой цвет сегодня я захотела больше вытащить да из своих глаз либо зелень либо вот это медовый такой цвет вот и я говорю повтори что мы то о чем мы только что говорили человек такой чё а чё мы говорили то есть человек начинает впадать тоже в такую медитацию что он уже забывает там и про свою какую-то зависть ненависть не знаю про что и начинает рассматривать макияж ну те люди с кем я знакома в реальности если они будут смотреть это видео они вспомнят себя что я всегда при марафете как они говорят и это самое и что они всегда рассматривают макияж это первый момент как защищает нас макияж энергетически он не дает то есть макияж не дает другому человеку полностью сконцентрироваться на наших глазах а только вокруг внимание человека блуждает рассматривая наш макияж и соответственно он уже не может свою энергию передать через свои глаза она рассеивается болит уже начинает о другом думать и так далее второй момент как нас защищает макияж ну все девочки прекрасно знают что с макияжем лицо одно без макияжа лицо чуть чуть другое это общие черты лица они остаются их макияжем не скрыть не форму лица не объем там не какие-то наши особенности да все прекрасно знают что когда мы умыты без макияжа у нас одно лицо а уже с помощью макияжа мы можем нарисовать себе очень много чего на лице да и очень хорошо тем самым замаскироваться да то есть макияж он же уже какую-то на нас маску одевает да я же тоже вот меня тем более вот я я от природы очень светленькая я могу себе нарисовать в общем-то и любой формы брови и глаза и круглыми сделать и вытянутыми и легким и и такой и секой и там и губы больше нарисовать и как-то грима больше нанести да то есть ну всем известно что когда мы в умытом состоянии мы одни а в макияже мы чуть чуть другие и получается что допустим я сама и мои уже родные люди знают меня формате на натюрель так сказать да а когда я выходя там на улицу встречаясь с чужими людьми я же там допустим в макияже и они меня видят только в макияже моего скажем так натурального лица они не знают и даже никогда может кто-то из них и не видел и вот смотрите в чем тут идет защита да человек допустим человек не наш родственник который не видел нас в натюрель да а вот где-то на улице какой-то человек какая-то там соседка или еще не знаю кто да даже те которые видели но все равно если они нас чаще видят в макияже то у них в сознании остается наш образ именно вот этот майкапный образ в макияже образ то есть а люди же о нас часто думают и думают не всегда хорошо и вот допустим ваша какая-нибудь заклятая подружка да вот она лежит там на своем диване и думает блин сегодня видела вот эту вальку вот она там сука сволочь такая вот бы ей там и вот когда она думает у нее естественно в голове образ ваш образ но если она вас чаще видит в макияже то какой у нее будет образ именно вот этот макияжный да она тюреля вашего она может быть даже никогда не видела или даже если видела то уже не помнит но есть же такой момент да и веды говорят что когда человек о нас думает то он направляет в нашу сторону энергию и не важно что он думает хорошие думает плохое думает с любовью или с агрессией но что ненависть это тоже энергия только со знаком минус и чтобы о нас человек не думал он в нашу сторону направляет энергию и соответственно если энергетический ненавистный злой поток энергии очень мощный то он даже может пробить человека да скажем так такой сделать энергетический удар и в чем тут фокус когда вот злой человек с ненавистью там думает о нас он уже направляет энергию но если этот человек вас всегда видел вот в накрашенном виде то есть он видел помнит только такой образ то думая о вас у него в голове именно вот этот образ и энергия вот эта злая идет на вот этот образ с этой маской понимаете то есть уже как говорится эта энергия бьет по этой маски они по мне по вашему натюрель понимаете то есть макияж это как наш такой двойник а вот я надеюсь я доходчиво объяснила да поэтому так что косметика в первую очередь она играет именно защитную функцию а вот поэтому ну и прежде всего на первую очередь она нас защищает именно чтобы вот глаза в глаза не смотреть человеку который как я уже сказала находится либо при смерти либо тяжело болен либо находится в каком-либо агрессивном состоянии или если в этот момент он на вас смотрит примут глаза в глаза но вы чувствовали да что допустим когда человек в агрессии находится и если вы начинаете с ним как-то говорить и прямо на него вот так вот смотреть и он на вас то уже через секунду-две вы тоже в себе чувствуете эту агрессию и начинается скандал вот поэтому макияж он защищает нас тем что отвлекает взгляд другого человека от наших глаз именно вот от зрачка где вот зрачок вот от радужки и зрачка откуда идет энергия а уже блуждает просто по всему нашему лицу там по макияжу и так далее я надеюсь я доходчиво объяснила да этот защитный момент ну и в силу того что поскольку это все таки на лице да и не уже люди естественно там стараются этот макияж сделать просто красивым там ну аккуратно красиво накраситься до косметику сделать естественно качественно чтобы это все на лицо так что надевать скажем так на себя косметику это неплохо и хорошо это в общем-то по желанию но как я уже сказала в этом есть защитная функция защитную функцию в первую очередь несет макияж а красота это уже во второе то что красота как говорится это дело спорное я бы его вот мой опять же до любимый он говорит что когда у тебя косметики нету ты больше красивая с косметики тоже красивая но когда косметики нету я больше люблю не надо и первые день первые дни вот первые вообще наши бэби не надо jo frost baby не надо майкி учебными как мне надо мыين как ты так красиво это это самое my baby my baby 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 не надо майка ты мой маленький ребенок не надо майка не надо майка хорошо хорошо давай чуть-чуть только чуть 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 я люблю много майка бэби не надо много майка то есть ему нравится больше без макияжа а вот тоже у меня понял как-то был один ухажер он говорил так что ну ты и так красивая баба типа зачем ты красишься не когда ты накрашена ты тоже красивая но ты настолько красивая что мне аж страшно к тебе подходить как настолько становишься такой красивый что мне страшно тебе подходить на вот поэтому девочки это правда мужчины больше даже иногда любят когда нету макияжа чем макияж есть ну в целях защиты его надо и иногда надо тем более когда встречи с чужими людьми да не с любыми с чужими людьми вот поэтому на ваш выбор на игры для меня это уже у меня есть другая защита я вам говорила да что я ведические астрологи и у меня есть упая защитная упая который защищает что когда человек ее ставит то она защищает человека от любого негативного проявления кармического то есть она защищает человека на кармическом уровне от любой плохой кармы которая на него идет да там нужно просто читать определенную мантру и сделать определенные движения очень крутая упая три минуты в день и вы защищены а вот и она защищает вас независимо от того в макияже вы без макияжа я ее ставлю а вот то есть у меня есть и такая защита да вот которая работает конечно же намного больше чем макияж как я уже сказал для меня для меня макияж это вот релакс это моя игрушка это мой релакс это мое такое эстетическое удовольствие наслаждение медитации и так далее хорошо девочки на сегодня все видео получилось на 1.50 как обычно очень долгое длинное простите если кому такие видео не нравятся ну все я буду заканчивать прощаться с вами вот макияж мне нравится очень-очень эти блёсточки все девочки всем пока всех целую обнимаю пишите свои комментарии что вам интересно узнать что вам интересно послушать у кого какие вопросы подписывайтесь на мой канал если хотите не хотите не подписывайтесь но мне будет интересно с вами пообщаться в комментариях завести новых знакомых новых друзей все всех целую обнимаю пока до новых встреч потом в следующем видео буду показывать новую какую-нибудь свою палеточку еще а ну может и вторую покажу только зелененькую покажу вам но я тоже еще только посмотрела ну даже не красилась я их боюсь дотрагивать они такие красивые я прям я игру это просто вот любовь любовь боюсь дотрагиваться все всех целую всем пока